да прибудет с вами темная сторона силы с вами дарт я вернулся до долго меня не было по работе уезжал вот теперь вернулся так и что у нас есть в игре джордж world evolution у нас обновление 1.10 новый контент значит автономный режим песочница у нас появилась песочница на всех островах постройте парк мечты без каких-либо ограничений может это будет мирный сафари с динозаврами а может нечто совершенно новое доступны стартовые настройки стандарты творчества значит исследование разблокировки при разблокировке острова для режима песочница также открывается его следование чтобы разблокировать режим песочница для этого острова достигните рейтинга в четыре звезды или выше или и загрузить сохранение в котором выполнено условия 4 звезды то у меня а вот смотрите прикольно теперь на любом острове включая заповедник и северный нублар у а это это прикольно на заповеднике да интересно что больше из лануплар или заповедник давайте на заповедник чисто так сгоняем так давай же быстрее грузи уже сколько можно ждать и так почти два месяца ждали давай давай да это все понятно а неограниченный бюджет различные игровые параметры используют доступные активы повышайте рейтинг островов до деды так давайте-ка я построю карту в целом примерно как на исла нублар а может быть меньше может быть чуть побольше по моему как на слону бар размер карты так зайти что меня интересует комната управления исследования здесь все норм то есть вы хотите сказать что я чисто логически давай 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 могу кое-что сделать так сейчас построить я хочу кое-что проверить а точняк он же не будет работать без электричества что вы говорите и здесь мы как в Я просто так давно не заходил в игру, что мне кажется, что тут новый дизайн чего-то либо появился. Хотя, по-моему, все по-старому. Так, настройки песочницы. Ага, ну тут все есть, да? Реально, на каждом острове режим песочницы. Ага. Угу, угу, угу. Так, что мне интересно? Что же мне интересно? Дриозавр у нас появился. Да, я купил набор гамлоцефала у нас появился. Кто третий был? Я не помню. По-моему, там три динозавра или два всего. Нигерзавр точно. А, Нсутоциратопс тоже у нас открыт уже. Еее. Ну, предлагаю вот этих четырех динозавров, собственно говоря, и посмотреть в этом видео. Да, всех остальных я уже показывал. Для тех, кто только появился на моем канале. Ну, я не знаю, много таких людей или нет. Ну, в общем, кто появился. Всех этих животных я уже смотрел в предыдущих видео. Все дополнения, все DLC были куплены и пройдены. Так что, если вам интересно, зайдите в плейлист и посмотрите. Так, ну что, сейчас тогда будем строить загон. Они все травоядные, поэтому можно вывести их в одном загоне. А, чтобы они не сопротивлялись... Ой, я не то делаю. Настройки песочницы. Так. Склонность... Социальные требования динозавров отключено. Отключено. Средиобитание отключено. Ну, чтобы не париться особо, да? Хотя нет, знаете, давайте-ка... Пускай все будет. Посмотрим на этих животных без всяких ограничений. Просто, типа, какие у них характеристики и прочее. Так, давайте прочное стильное ограждение. Да, думаю, пойдет. Просто не знаю, какого размера строит загон. Кто в него влезет. Кто не влезет. Ну, если что, тут в любом случае на всех животных хватит загонов. И места для них тоже хватит. Для тех, кто не в курсе, типа, почему резко появился Насутоцератопс как животное в парке. Прикол в том, что вышла короткометражка перед выходом, предвещающая выход третьего части, да, третьего мира юрского периода. Вот. И в этой короткометражке показано, что, ну, те динозавры, которые в конце второго фильма сбежали, они там на... В лагере людей пришли, которые в лесу там остановились. Вот они в их лагерь приперлись. И там был как раз Насутоцератопс. Целая семейка. Поэтому, собственно говоря, его и показали. И добавили в игру. Типа, все по канону, ребята, не переживайте. Да, музон не поменяли. Хотя не помешало бы, по-моему, немножко... изменить что-нибудь. Было похоже на птичку гиацин... Гиацин или как он там назывался? Так. Начнем, я думаю, с гомолоцефала, да. Модифицировать геном. Так, сколько у нас окрасов? Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Вы понимаете? Шесть, мать его окрасов. Так, защита. Пускай будет крокодил, прочность шкуры, продолжительность жизни, сила мускулов сердца. Ага, ага. От вирусов у нас будет пищеварение улучшенное. Сколько? 70 у него живучесть, да? То есть, в принципе... В принципе, можно сделать еще вот так. 59 уже, да? Так, а если я вот так сделаю? 60. Вот это мне больше подходит. Вывести. Так, как раз горный типовой. Здесь мы это уберем. Да, приятно вернуться в эту игру, конечно. Что-то там слышал. Скоро у нас, либо в конце этого года, либо в следующем будет дополнение, связанное с этим, с оригинальным парком юрского периода. и вроде как, что-то там разработчики подумывают о том, чтобы добавить летающих животных из фильма. В принципе, почему бы и нет, да? Так, ну вот эту кормушку, палео... кормушку я добавлять не буду, потому что... Ну, тут нужно рейнджеров ставить, а они мне пока нафиг не нужны. Так, ну давайте здесь кормушку одну поставим, здесь одну кормушку, и здесь кормушку. Я думаю, 12 минут будет вообще достаточно. Так, ну что ж, смотрим на гамолоцефала. Не, ну он довольно прикольный, да. Маленький такой, еще один маленький похитцефалозавр. Значит, у него общительность высокая довольно, популяция. То есть, ну, в принципе, с дриозаврами он тут себя нормально будет чувствовать. Да, я думаю, люди давно ждали добавления в игру оригинальных животных из игры 2003 года, да? Которые, по сути, являются каноничными для этой вселенной. Вот, ну не герзавр был как бонус, я так понимаю, потому что... Или он где-то был прописан в файлах InGen, потому что я как бы не в курсе, если что, меня поправьте. По-моему... Ну, я, я что-то не помню такого, чтобы не герзавр был где-то в каких-то файлах InGen. А сейчас-то вы себя нормально чувствуете? Да, общительность нормальная. Не, он классный, я вообще не отрицаю. Суперский. Еще бы компсогнатов добавить, и вообще бы идеально было бы. Белая библиотека, Менед эм parc. Ага, украинская. Суперский. Белая библиотека. 꽃онцinterest. З Белая библиотека. Ты реклаз tirar её. Менед эмэйк. Конец. степи степной крас так и вот он еще последний болотисты сразу жрать побежали так погодите-ка маленький травоядный так длина полтора метра рос 0 6 метр вес 43 килограмма так погодите а как мне взять вот и я хотел почитать про них но видать мы это сможем сделать не в режиме песочницы пока значит не сможем почитать отдельно я вам про зачитаю в конце какая информация тут про него написано так вот дриозавр рост 1 на 3 метра вес 80 килограмм длина 3 4 метра пока мы просто их создадим так сколько окрасов 1 2 3 4 5 же 6 да я смотрю и стандартный крас тоже потому что ну блин он тоже иногда получается довольно неплохим этот стандартный окрас так вот живучесть 80 ну давай шуте бездис 60 диет щиплет травку так ну давай-ка посмотрим ну да он покрупнее будет получается чуть ли не в два раза больше я немного рад даже что у него озвучка не как его оригинального который бегал и пищал это что-то с чем-то было да не по сравнению с гомолоцефалами вообще гиганты гомолоцефал получается чуть ли не самый маленький динозавр в парке я не знаю кто из уже имеющихся животных а традон меньше доточен только традон получается его меньше все остальные крупнее получается даже этот архиорнитомим он крупнее гомолоцефала получается вот датик даже проверим да вот видите и длина и все больше и и и и и и и так дриозавры как вы как себя чувствуете то общительность популяция у вас на высоте хорошо а у этих гомолоцефалов где они разбежались вот он тоже все хорошо смотрите насколько он меньше просто пустить дриозавр просто с ним гигант он спокойно гомолоцефал под ним может бегать под хвостом у него пробегать это даже не заметит о леопардовый это бесплодной земли у нас леопардовая да он и и и и и и и и так где дриозавр 6 вот он контактирует со своими друзьями крутяк-крутяк так а теперь-ка давайте так посмотрим сразу сколько у них окрасов тоже по 6 до интересно все ли влезут они 6 до хуя не знаю влезут они все или нет смогут ли они вытерпеть 6 сорочи своего вида если нет мы вырубим эту фигню когда им вообще пофиг на сколько динозавров в загоне что-то кэш перегибая по моему том плане что слишком большой загон им сделать и будет всего шестера а 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 вот нигерзавр у него тоже до 6 окрасов 1 2 3 4 тоже 6 а Продолжение следует... Так, ну что ж, будем выводить. Так, тут чуть дольше будет все происходить. Так, ну что ж... Ну, вообще было бы круто нигерзавров вот сюда засунуть. К этим мелким засранцам. Ну что ж, будем выводить. Да, эти ребята довольно шумные. Нет, ну классный, классный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Интересно, когда добавят, что, допустим, травоядные... Когда будут, ну, допустим, рогатые, да, цератопцы, когда, допустим, будут драться за лидерство в стадии, что они... что они... ну, будут драться между собой, то есть, биться башками или просто толкаться хотя бы, я не знаю. В смысле, я же нажал выпустить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, из-за того, что этот тормоз тут встал... Все, выпускай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И, кстати, прикол в том, что, получается, если все особи в парке самки, да, ну, чисто так подумается, да, все динозавры всех видов самки, то они, некоторые из них, должны быть меньших размеров, у них должны быть меньше рога, потому что половой диморфизм у динозавров вроде как присутствовал. То есть, получается, животные были бы меньше, чем самцы с меньшими рогами, шипами и прочим, и выглядели бы менее представительно. Но при этом здесь у нас всех... все модели животных выглядят как особи мужского пола, то есть с крупными рогами и прочее. Несостыковочка небольшая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, я же хотел почитать... Сколько размеров у него, какие... Так, высота полтора метра, длина четыре с половиной, весит полторы тонны. Но он довольно... Ну, относительно других рогатых в парке, он довольно некрупный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не, игра все-таки многообещающая, да. Во-первых, им еще нескольких животных нужно добавить, что-то вроде... Комсагната и некоторых других динозавров, которые присутствовали в списках Инджен. И при этом... Было бы просто шикарно, если бы не начали добавлять летающих и морских животных. Потому что это 100% Птеранодон, 100% Мазазавр, 100% Диморфодон. В романе там, по-моему, тропеогнаты или как-то так присутствовали. В романе Майкла Крайтона к первому парку. Так что три летающих вида нам точно должно быть обеспечено. И один морской. Хотя бы для начала. Если уж не делать, как Jurassic World The Game, да, который добавляет тупо всех известных ему динозавров, морских рептилий, летающих рептилий в игру, потому что они почти все не являются каноном, да, то здесь они бы хотя бы добавили чисто каноничных животных. И это было бы круто. Так, ну теперь давайте-ка посмотрим на Нигерзавра. Думаю, троих в этот загон засунуть, и троих в другой загон. Так, подождите. Что значит рост 2 метра? Длина 9, вес 4 тонны. Ха. То есть он типа не поднимает голову выше плеч? Я думал, что он может поднимать голову. Он же титана заврит, по-моему. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, что у вас с популяцией? Общительность этого особи своего вида, популяция это количество вообще всех динозавров в парке, да? Ну нормально, что. Шестой не влез, к сожалению, в кадр. Так. Загонные кормушки. Увеличенная высокая кормушка. Будь здоров, сказал бы я себе. Что-то чуть не помер, аж вот этот чихнул, аж до слез. Так, нигерзавр, давайте смотрим последнее, доступное из новых животных в этой игре. Новый зауропод. И при этом самый маленький зауропод в игре пока что. То есть для тех, кто любит зауроподов, у вас теперь будет разнообразие в плане, что у вас будут как большие, как те, которые могут поднимать голову выше плеч, и те, которые очень маленькие. Вот, допустим, всего 9 метров. Такая морда у него была, потому что он, скорее всего, мог щипать траву, которая уже в конце милого периода, вроде как, уже появилась. Так, кстати, что у тебя с общительностью и популярностью? Да, в принципе, вы все сюда влезете, мне кажется. Не, ну он классный. Вспышка болезни, ты серьезно? Вот ты серьезно сейчас это делаешь, да? О, господи, так. Инфраструктура. Нет. Или все то? Да, все то. Рейнджери. Рейнджери на помощь. Динозавры заболеть. Так, кто заболел? Рейнджери на помощь. Рейнджери на помощь. Не, ну они забавные, ничего не скажешь. А из-за того, что они мелкие, может им нужна была обычная кормушка, а не... Ну, маленькая кормушка в плане, а не большая. Так. Каждый раз в этой песочнице нужно будет открывать окрасовый, серьезно. 500 раз уже их открывал. Так, ладно, выводим последних нигерзавров. Ого, побежал, побежал. Не обнаружил. Так, вы знаете, я хотел бы кое-что сделать. Настройки песочницы. Цикл дня и ночи, конечно, это круто, но спасибо. Давайте-ка оставим день. Да, вот так. Вообще, там, конечно, можно было бы сделать, чтобы цикл дня и ночи шел медленнее, да? Чуть ли не как в современном мире, что один час это один час. Но я что-то не хочу. Да, они комфортно себя чувствуют вместе. Так, у вас что, все кормушки кончились? Да, смотрите, нигерзавр ест из маленькой кормушки. Потому что он тупо не может дотянуться до вот этой. Понятно. Значит, все-таки мой котелок еще варит. Я правильно, да. Подумал об этом, о том, что, скорее всего, если они не могут поднимать голову, то, скорее всего, и кормушка им нужна другая. Ну, смотрите, он, пускай весит 9 тонн, да, но он едва ли чуть-чуть больше насутоцератопса. По телосложению они чуть ли не одинаковые. Но при этом насутоцератопс весит 4,5 тонны, а нигерзавр 9. Не, ну это необычно видеть, конечно, маленького зооропода в такой игре. Там, по-моему, до этого самый маленький относительно размеров был комарозавра относительно веса диплодок. А этот вообще такая черепаха такая пузатая. И ростом, главное, маленьким. Нет, мне вот этот нужен. Да шестой мне нужен! Чёрненький такой, прям реально нигерзавр. Майкерзавр. Майкерзавр. Фига, ты мощный. А где гомолоцефала? Ну, выпустите, господи. Вы что их сожрали? Где гомолоцефала? Куда они делись? А, вот они. Не, ну они вообще крохотные, конечно. Вроде как я еще знаю, что перед тем, как я уехал на работу, было обновление в игре, может это вот это обновление есть, 1.10, в котором были изменены параметры у травоядных, то есть теперь они как-то более эффективно защищаются. То есть там похитится фалозавр. Ого! А я думал, они драться будут. А похитится фалозавр может надрать задницу, там, ну, динозавру, хищному примерно своих размеров. Ну, прикольные такие завороподы. Как большие коровы такие. Так, ну что ж, сейчас я перейду в какой-нибудь парк, чтобы почитать информацию о 4 новых динозаврах. И так что не отключаемся. Скоро свидимся еще. Так, ну что ж, я добыл их окаменелости. Да, пришлось затратить определенное количество времени. Давайте вначале почитаем локацию. У нас вроде как что-то новое открылось. Я вот как это открывать не знаю. Если кто-то знает, пожалуйста, подскажите, потому что тут осталось всего лишь 3 закрытых фрагмента. И мне бы тупо хотелось полностью все открыть. Заповедник. А, ну это мы читали, по-моему, да? Я все читал. Типа, когда заповедник открылся. Северный Нублар. Ну да, это тоже читали, когда там открыл шоу кормления Мазазавра. Тоже было, видать, не засчиталось просто, когда в прошлый раз читали. Так, а тут у нас одно место раскопок. Новая формация Кайпаровиц. На платое Кайпаровиц, это в статью Юта США, находится формация Кайпаровиц. Серьезно, да? Она составляет часть национального заповедника Гранд Стейркейс. Эскаланте, вместе с Гранд Стейркейс и каньонами Эскаланте. Остаточные породы формации принадлежат к позднем меловому периоду. Несмотря на то, что палеонтологи изучили менее десятой части формации, здесь уже было обнаружено множество различных видов, большинство из которых стали открытием для ученых. Предполагается, что причина этого богатого разнообразия – экосистема густых джунглей, где травоядным не требовалось часто мигрировать в поисках пропитания, а это, в свою очередь, привлекало сюда хищников. Эта изоляция способствовала развитию уникальной флоры и фауны. Так, на суд Ацератопс у нас тут был обнаружен динозавры гомолоцефал. Гомолоцефал рос на 60 см, вес 43 кг, длина 1,5 метра. Гомолоцефал – динозавр из семейства пахицефалозаврит позднем мелового периода. Название гомолоцефал, которое динозавр получил за свой плоский череп, происходит от греческих гомолос – ровный и кефалая голова. Именно эта особенность отличает гомолоцефала от таких динозавров, как пахицефалозавр, у которого была толстая выпуклая черепная крышка. Существует гипотеза, что динозавры как с плоским, так и с выпуклым черепом использовали голову и мощные задние конечности для защиты. Динозавры с высоким черепом чаще бодали противника, а плоскоголовые отталкивали. Сторонники другой теории предполагают, что эти плоскоголовые пахицефалозавриты являются просто молодыми особями других видов. Род и вид гомолоцефал-калатоцеркос были описаны в 1974 году польскими палеонтологами Терезой Марьянска и Халышкой Осмольска, которые специализировались на монгольских динозавров. Одновременно с этим они также описали вид и род приноцефал-пренес. Существует предположение, что гомолоцефал-калатоцеркос и приноцефал-пренес могут быть особями одного и того же вида, но разного пола или возраста. Однако Марьянская и Осмольская нашли достаточно анатомических отличий между ними, чтобы относить этих динозавров к разным таксонам. Гомолоцефал жил на территории современной Монголии, которая в наши дни по большей части является пустынной, однако в те времена это были горные леса. Диета пахицефалозаврита описана не слишком подробно, но в целом можно предположить, что они были травоядными и всеядными, и в их рацион входили растения и насекомые. Исследователи отмечают различия в характере износа зубов у пахицефалозаврита, так что, по крайней мере, разные виды питались по-разному. Угу, понятно. Дриозавр. Рост 1,3 метра, длина 3,4 метра, вес 80 килограмм. Чуть меньше меня весит. Так, дриозавр – вид орнитоподов позднеюрского периода. Название дриозавра происходит от греческого «дрис», что означает «дуб» или «дерево», и указывает на наиболее вероятную среду питания этих динозавров. Скорее всего, то небольшие травоядные в борьбе за выживание полагались исключительно на скорость и ловкость, не имея других возможностей защитить себя. Изначально дриозавры из-за общей схожести останков и размеров классифицировали как представителя рода гипсилофодонов. Но дальнейшие исследования проверили это предположение на основе анатомических различий, числа пальцев на задних конечностях и строения зубов и таза. Дриозавр также похож на танзанийского дизолотозавра, причем настолько, что некоторые палеонтологи утверждали, что это один и тот же вид. Данное сходство использовалось как аргумент в пользу существования сухопутного пути между Африкой и Северной Америкой в позднеюрском периоде. Однако географические карты отвергают подобные предположения. В 1981 году Питер Малкольм Гальтон опубликовал исчерпывающую работу с указанием различий между двумя видами. Вполне возможно, что схожесть видов обусловлена относительно недавней их эволюцией от общего предка. Либо это параллелизм. Кто шарит в биологии, меня поняли. Вероятно, дриозавры делили свои территории с такими хищниками, как цератозавры, большими группами аллозавров. Как следует из названия, дриозавры жили в лесах и саваннах у берегов рек. Флора в то время стояла с гербов, мхов и хвойных. Так, носу-то цератопс. Кстати, озвучка на су-то цератопса мне вообще понравилась. Еще в этом вот короткометражке, да, про которую я говорил в начале видео, посмотрите там, загуглите как-то. Я не помню, как она называется, загуглите короткометражка, там, парк юрского, мир юрского периода, да. По-моему, не знаю, есть она на русском или нет, но в оригинале на английском она имеется. Это 100% на ютубе, это несложно будет найти. И мне понравилось, что там показали взрослого тиранозавра, говорю, аллозавра. То есть не вот этого маленького, который был во второй части фильма, да, гнался за сферой, да, а именно здорового, там, 12-метрового, огромного вообще такого аллозавра. Это было прикольно. Потому что все время акцент делают на тиранозаврах, спинозаврах всяких, да, гибридах. А тут реально показали юрского гиганта вот этого вот, из юрского периода. Так, значит, рост у него полтора метра, длина четыре с половиной, вес полторы тонны. Почему ты в конец мне все время листаешь? На су-то цератопса это цератопсиды цератопсид из позднемилового периода. Его имя состоит из латинского носутус, что означает большеносый, и греческого цератопс, роголицый, ну или рогомордый, или рогатая морда. Что соотносится с его внешностью. В отличие от своего соплеменника цератопсида трицератопса, у носу-то цератопса нет рогов на носу, но есть особые рога, направленные вперед и немного в сторону, как у обыкновенного быка. У носу-то цератопса самые крупные рога в подсемействии центра завринов из цератопсидов. А, прикольно. Так, носу-то цератопс был открыт относительно недавно. Первый экземпляр был найден в 2006 году в Южной Юте в рамках проекта университета Юты. Особенность экземпляра стоит в том, что он практически цел. Присутствует большая часть черепа с неповрежденными рогами. Остальные части тела, включая конечности и отпечатки кожи. Ум, прикольно. Эти отпечатки указали на шестиугольную форму чешуи. В 2013 году динозавру дали название носу-то цератопс. В позднем меловом периоде места, где был обнаружен носу-то цератопс, формация Кайпаровиц была прибрежной зоной на границе с территорией западного внутреннего моря. Как и у многих других динозавров, место обитания носу-то цератопсов отличалось влажностью и сыростью. Среди хищников, с которыми приходилось сталкиваться носу-то цератопсом, были терринозавриды, например, альбертозавр. А в короткометражке он дрался с альбертозавром, который в несколько раз крупнее альбертозавра. Ну, не знаю, мне напоминает большую черепаху. Так, это ребахизавриды у нас, понимаете? Рост 2 метра, вот на уровне плеч имелось в виду. Длина 9 метров, вес 4 тонн. Ну, может, он чуть-чуть и мог бы приподнимать шею, там, ну, 2,5 максимум. Нигерзавр означает рептилий из нигера, где и был обнаружен данный вид. Это зауропоты семейства ребахизаврид, который жил в среднем меловом периоде. Был одним из самых мелких представителей своей группы, 9 метров в длину и около 4 тонн веса, примерно как у слона. Ну, слоны, кстати, по 5-6 могут весить. У нигерзавров была короткая шея, скорее всего, они питались наземными растениями, они тянулись к листьям на деревьях. Вероятно, у нигерзавра были полые кости, что уменьшало общий вес скелета и количество энергии, необходимое для передвижения. В тропических условиях это становилось важным преимуществом. Этот динозавр известен из-за своей необычно широкой прямой пасти с более чем 500 зубами. Ммм, прикольно. Первые останки динозавров, которые могли быть нигерзавром, описаны в работе французского палеонтолога Филиппа Таке. В 1976 году, основанной на экспедиции в республику Нигер, состоящуюся 5 годами ранее. Тем не менее, название этому виду было дано только в 1999 году, когда экспедиция под руководством американского ученого Пола Сарена, довольно известный чел, кстати, обнаружила больше материалов. Видовое название Такуэти выбрано в честь Таке. А, в честь фамилии, я понял. Найденный череп стал одним из первых образцов динозавров, просканированных с помощью компьютерной томографии. При сканировании выяснилось, что внутри черепа за каждым резцом находилось до 9 дополнительных зубов, которые заменяли рабочие по мере истирания. 9 зубов, представьте, 9 раз мог зуб поменять. Нигерзавры жили на берегах рек и, по всей видимости, питались влаголюбивыми растениями. Частота обнаружения останков позволяет утверждать, что в своей среде обитания нигерзавры были достаточно широко распространенным видом. Вероятно, жили бок о бок с зухомимами, другими травоядными мега-динозаврами, что значит мега-динозаврами, типа крупные завроподы, и гигантскими крокодилами сарказухами. А, кстати, сарказух, мне кажется, вообще бы за милую душу его бы захавал. Так, ну что ж, дорогие подписчики и зрители канала, надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Вступайте в группу канал, ссылка будет в описании. Да, я вернулся, и видео продолжится выходить на канале. До скорых встреч и всем пока!